Привет, ребята! Решил записать видео, как я еду на Успене. Думаю, это будет отличное приключение. Сейчас дует ветерок. Довольно прохладно на улице. У меня всего лишь вот эта куртка, рубашка, майка. Думаю, ничего страшного. Сейчас станет жарко. Мне до дома ехать 10 часов на велосипеде. Думаю, это будет классное путешествие. Погнал! Сейчас иду пешочком в горку. Немного подустал, потому что это горка. Всегда нужно больше усилий прикладывать, подниматься в горку. И я решил пройтись пешком, потому что у меня уже жопа замлелась. А это еще только начало, представляете? Думаю, что мне нужно делать перерывы такие, чтобы быть полным энергии. Поднимаюсь в горку, а вот эта вот фура едет. А я поднимаюсь в горку пешком. Горка большая, неохота силы тратить. У меня же вся спина мокрая, хотя у меня рюкзак классный. Нужен такой рюкзак, который на багажник крепится. Но у меня нету багажника, нету сумки такой. Использую то, что есть. Заехал на остановку отдохнуть, перевести дыхание. Попил воды, пот пошел со лба. Очень классно ехать на велосипеде. Надо только мне было больше тренироваться, но у меня один велосипед всего лишь. Было бы несколько, это было бы очень классно. Так, один. Все, мечты, которые не сбываются. Сейчас вам покажу, как я настроил передний переключатель. Он у меня неправильно настроен. Я еду на средней звездочке, я не смог полностью забить шатун. Я не мог посадить вот этот шатун на ось квадратную. Из-за того, что он не подходил по размеру, нужно было хорошо забить. А у меня был маленький молоток, я забил как смог. Нужно либо напильником доработать и посадить, либо попробовать ударить большим молотком. Сюда вот подложив деревяшку и сюда деревяшку. И думаю, получится, если стукнуть большим молотком. А здесь задний у меня переключатель. Настроил его идеально. Он немного кривоват, поэтому иногда с замедлением переключается передача. Вот эта штука кривоватая, вот здесь кривоватая и вот это кривоватая. Все в пределах допустимой погрешности. Можно ездить на работу, это не сильно влияет. Я не топовый спортсмен, чтобы это на мне как-то влияло. Просто немного неудобно и все. Ребята, я хочу вам показать провода, под которыми я всегда проезжаю. И меня бьет током. Остановка и стоянка запрещена. И мне нужно сейчас подняться с сидушки, чтобы меня не било током. Вот видите, какие большие провода. Вот так поднялся. Если это коснуться до металлического, велосипеда будет такой разряд. Прям чувствуется такое электричество. Опа, проехал. 120 метров, знак показывает, остановка и стоянка запрещена. Я еще некоторые правила помню дорожного движения. Я уже где-то лет 6, наверное, или 7 не сидел за рулем. У меня есть права на машину, но у меня нет денег, чтобы купить машину. Вот такая ситуация. Вот сейчас подъезжаем к Мираторгу. Мираторг занимается разведением крупного рогатого скота. Может еще чем-то занимается. И у них есть. Здесь склад, такое зернохранилище, где они хранят корма для животных. Раньше были колхозы. Колхозов не стало, появился Мираторг. Что-то я смотрю назад, там прям тучи сгущаются. Мне это очень не нравится. Я хотел бы проехать без дождя. Но если будет дождь, так будет. Я на это никак не могу повлиять. Но хорошо, что сейчас не жарко. А то было бы очень плохо. У меня вот литр воды. И он добавляет 1 килограмм веса. Хотел взять 2 бутылки. Но рюкзак стал очень тяжелый. Видите, грузовики поднимаются в горку. Такая большая горка. Видите, Трубчевск 59 километров. Думаю, до Гомеля можно за два дня на велосипеде доехать. Но это нужно с палаткой ехать и подготовленным. Такое большое расстояние. Вот чувак хочет проехать. Мы не столкнулись, разъехались благополучно. Он такой ехал, сомневался, ехать не ехал. Почему-то медленно едет, не знаю. Может что-то с ним не так. Очень много машин поехало в сторону Мираторга. Люди едут на работу. В том году здесь было кукурузное поле. Я ездил до него на велосипеде. Решил так объехать, потому что я на велосипеде. Мне никто бы не уступил, если чувак припарковался неудобно. Чувак потерял колесо. Чинит. И вот еще автобусы Мираторга едут. Люди в масках, кстати, сидят в автобусе. Ну да, людей очень много работает в Мираторге. Это было построено во время Второй мировой войны. Это бетонные доты. Еще рядом с Брянском есть несколько штук. Это во время Второй мировой войны построили вот эти доты, которые... Вот эти доты, которые я проезжаю, были построены во время Второй мировой войны, чтобы задержать врага, который надвигался на Москву. Но они прошли через Смоленск по прямой. Такие вот дела. Оставили их на поле, потому что вывозить их очень дорого. Там сплошной бетон, щебенка. И все это армировано. Смоленский монет. И все это армировано. Ну да. Смоленский монет. Блин, нахуй! Блин. Смоленский монет. Ах, блин! Ребят Что ребята могу сказать Я упал на велосипеде Потому что я не заметил Такой вот армированный флажок Меня разбит объектив на камере немного Совсем немного Могу вам сейчас показать, фотографирую Блядь, у меня все болит Я немного опечален тем, что упал на велосипеде У меня разбита рука Разбиты две руки Я порвал штаны Когда я ехал, я упал Мужик видел Мужик ехал на автобусе И видел, как я упал Остановился, спросил, хорошо ли у меня все или нет Я сказал, что у меня все хорошо Я жив Поеду я дальше В общем, мне немного грустно, что у меня разбит объектив Прям я вижу стекла Это очень грустно Я не знаю, почему со мной происходят постоянно какие-то неприятности То я упаду То порву связку То еще что Только у меня денег нету все это чинить Сейчас упал, вот порвал штаны Это минус А у меня работы сейчас нету Потому что меня уволили Слава Богу, все с велосипедом нормально Я могу ехать Переключение моё продолжается Немного неприятно, что упал Но я сам виноват Я отвлекся Это будет на будущее Мне урок Я рулем зацепил флажок этот И полетел И камерой я об асфальт прочертил объективом И его вдребезги просто Я понимаю, что я черчу камерой по асфальту И подставил локоть и содрал И еще штаны порваны И с левого колена у меня крова точит Я прям чувствую, как кровь идет К штанам прилипает Ой, штаны прилипают к левой коленке Я чувствую, как кровь закипает Но все хорошо Именно у меня вот левая коленка травмируется часто Я на нее падаю У меня в коленке связки повреждены Я часто падаю на левую коленку У меня связки повреждены Разрыв связки Денег нету Камеру разбил Одни неприятности Но приключения продолжаются Рок должен играть в наших сердцах Мы же рок-звезды Рюкзак, кажется, не порвал А, блин, вот теперь нам все нормально Я упал, он прям через отбойник перелетел Ручка немного покоцалась, надломилась тоже Вот видите, неприятности С этой ручкой та же история Кровь вот вроде бы перестала идти У меня нету перекиси водорода Ничего такого нету Я салфетками сейчас вытру все хорошо И погоню дальше Буду внимателен, сконцентрирован Чтоб такого больше не повторилось До почи по 25 километров Немного у меня настроение поднялось После падения У велосипеда какое-то дребезжание появилось В переднем колесе Но иногда оно пропадает Еще я куртку порвал Куртку порвал Ботинок воцарапал Штаны порвал Объектив у камеры разбил Это обошлось мне очень дорого И сам виноват то, что упал Я отвлекся Ехал так же без рук, как и сейчас И не заметил флажок, который торчал И задел правой стороной И я упал Это было эпично И очень больно Ну не прямо очень больно Но неприятно Не хотел бы повторить это снова Я приехал в Красный Рог Я доехал Задрали эти машины Я приехал в Красный Рог Немного непривычно Когда у камеры нету полуобъектива За моей спиной пекарни Чуваки говорили здесь вкусный хлеб Но я сам не пробовал Я видел только, как они покупали Светочки продают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok